В основном вас заставляют страдать не внешние события, а ваши собственные мысли и эмоции. Почему ваши системы образования даже не научили вас справляться со своими мыслями и эмоциями? Ни на кого не смотри снизу вверх, и никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Вот и все учение. Если вы не смотрите снизу вверх, если вы не смотрите сверху вниз, вы видите все таким, как оно есть. Если вы будете видеть все таким, как оно есть, вы будете с легкостью идти по жизни. Вот и все, что нужно. Почти все используют слово «человек», имея в виду ограничения, и никогда не говорят о невероятных возможностях человека. «Ой, я всего лишь человек». Почему вы не говорите «я человек», «вы на вершине», «вы главенствующий вид на планете». Предполагается, что вы должны быть на вершине эволюции, выше других видов. Люди говорят «я всего лишь человек», потому что страдают от самих себя, как ни одно другое существо. Ни муравей, ни слон не страдают от самих себя так, как люди. Полный живот, и у них все хорошо. Для человека же пустой желудок — только одна проблема. Полный желудок — сто проблем. Причина в эволюционном процессе. То, что вы называете своим мозгом, это новое для вас явление. Интеллект в масштабе эволюции — это новое явление. И большинство людей не поняли, как с ним обращаться. В основном вас заставляют страдать не внешние события, а ваши собственные мысли и эмоции. Почему ваши системы образования даже не научили вас справляться со своими мыслями и эмоциями? Вы спросили «человек я или нет?» Значит, дальше меня спросят, смогу ли я вытащить кролика из шляпы или голуби из кармана. Если я вытащу голубя из кармана, что вы получите? Вы получите голубя, а я — обгаженный карман. Это не изменит чью-либо жизнь. Я покажу вам чудо. Я покажу вам людей, которые всегда активны. Они не сидят где-то в пещере. Они активны 20 часов в день, 7 дней в неделю. Они абсолютно вовлечены. Я покажу вам людей, у которых за 5, 10, 15 лет не было ни минуты гнева, волнения, раздражения, ничего. Они живут в радости и блаженстве. Вот чудо, которого хочет мир. Вот чудо, которое нужно человечеству. Если это произойдет с вами, вы не будете говорить о человеке как об ограничении. Вы будете говорить о человеке как об огромной возможности. Откуда все это появляется? Все из-за избирательного чувства увлеченности. Вот что я имел в виду, когда сказал, ни на что не смотри снизу вверх, ни на что не смотри с высока. Это потому что, если вы смотрите на что-то снизу вверх, вы преувеличиваете. Если вы смотрите с высока, то преуменьшаете. Если вы смотрите на что-то снизу вверх, вы к этому привязываетесь. Если вы смотрите на что-то с высока, вас ждет разочарование и неприязнь. Так что страх, неуверенность, привязанность, отстраненность – все это следствие. Должны ли мы разбираться с источником, или нам нужно справляться со следствием? Люди всегда заняты устранением последствий. Вам говорят, подавляет свой страх. Возможно ли это? Это просто не может сработать. Тогда вы подходите с другой стороны и говорите, «Нам не нужно стыдиться этого. Пусть так и будет». Но является ли это приятным опытом для вас? Разве страх, вина или что-то подобное являются приятным опытом? Если это приятный опыт, продолжайте его испытывать. Решать вам. Но если это неприятный опыт, это ведь ваш выбор. Я спрашиваю только об этом. Происходящее в окружающем мире – это другой вопрос. Мир никогда не будет на все 100% таким, как вы хотите. Даже в семье из двух человек ничто не бывает на 100% так, как вам хочется. Если 51% по-вашему, то вы босс. Да? Не ожидайте большего. Но то, что происходит внутри вас, должно быть по-вашему. Если бы все внутри вас происходило по-вашему, вы бы выбрали блаженство или страх, несчастье и так далее. Вы бы не допустили такого, не так ли? По крайней мере, для себя вы хотите все самое приятное. Можно спорить о том, что вы хотите для ближнего, но то, что вы хотите для себя, совершенно ясно, не так ли? Значит, бояться – это нормально? Быть неуверенным – это нормально? Я этого не говорил. Иметь привязанности – это нормально? Я спрашиваю. А что насчет… Если бы у вас был выбор? А что насчет эго, Садгуру? Страх, неуверенность, привязанность и эго – это те четыре вещи, Садгуру, от которых нам было велено избавиться. Нам постоянно говорят, что по мере того, как мы становимся старше и узнаем в жизни больше, мы должны научиться отпускать эти четыре аспекта. Давайте по порядку. Любой человек, сделав что-то замечательное, скажет «Я сделал это». Если сделать что-то неприятное, то скажет «Это мое эго». Итак, мистер эго – козел отпущения. Каждый раз, когда вы делаете что-то плохое, это все, конечно, он. Если вы делаете что-то хорошее, это всегда вы. Давайте будем откровенны с жизнью. Иногда вы прекрасны, иногда противны, иногда радостны, иногда несчастны. Это ваша реальность на данный момент. Не нужно обвинять эго. Нужно привнести в свою жизнь такую честность, чтобы мы смогли увидеть, то, что происходит внутри меня. Это я и никто другой, кроме меня. Теперь, когда вы напуганы, или несчастны, или разочарованы, или в депрессии, если вы увидите, что все это из-за вас, разве вы не захотите это изменить? Разве не захотите это изменить? На сто процентов, да. Теперь я хочу это изменить. Но как? Дальше вы попросите инструменты. Инструменты для трансформации. Потому что инструменты важны в жизни человека. Как люди, мы доминируем на планете. Только благодаря нашей способности использовать инструменты. В ином случае, возможно, колонии муравьев или стая собак доминировали бы над человеческим видом. Но мы можем использовать инструменты. Сила инструментов такова. Если я попрошу вас выкрутить винтик из мебели, вы можете обломать все ногти или потерять зубы, но он вам не поддастся. Но если я дам вам маленькую отвертку, у вас все получится. Точно так же есть свои инструменты, чтобы совладать с внутренним измерением. Эти инструменты — уникальный индийский бренд, который превратился в непонятно что, потому что его не подали должным образом. Если я дам вам инструменты для трансформации, то понадобится лишь научиться ими пользоваться. Не нужно верить какой-то философии, не нужно обращаться к идеологии. Ни на кого не смотри снизу вверх. И никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Вот и все учение. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА